Всем привет! В общем, Кирочку обещал я показать в эфире, она там засветилась, я ей не пользовался и не хотел показывать до тех пор, пока вообще как-то не воспользуюсь, а потом бы, наверное, вообще уже и не показывал. Но раз она в эфире засветилась, а я пообещал, то я вам ее показываю. Именно показываю, рассказываю свои впечатления. Я здесь не буду бить камни, еще что-то зима стоит, мне она для личных нужд нужна, да, то есть для домашнего использования, но я когда ее выбирал, искал видео в интернете, толком не нашел никакого. И хочу поделиться своими мыслями на этот счет, но возможно вам это будет интересно. Если же вы хотите прям тестов каких-то или еще чего-то, то можете выключать видео здесь, вот больше поговорить, что, чего и как. Моя история, как она появилась у меня, понадобилась. Называется она Кирочка-молоточек или молоточек Кирочка ТУ 25.73.30-040-0579-7687-2020, о чем гласит вот здесь вот надпись и, собственно, ГОСТ. 0,6 килограмма, есть на 0,4. Материал рукоятки, какая-то древесина твердых листных пород, если знаете, какая именно, я вот не мастер вот так, чтобы прям определить. Но она была достаточно тут мягкая, была немного коцаная, но тут я сам ее как-то там пытался шлифануть, все криво коснул, как говорится, мне норм. Материал рукоятки, как я уже сказал, а голова это конструкционная легированная сталь. Вот это вот все, что блестяще и красиво, это защитно-декоративное покрытие ЦИНК-Ц9ХР-БЦВ. Ну, ЦИНК-Ц9, это понятно, что ЦИНК-цифра означает толщину слоя в микрометрах, то есть это 9 микрометров. ХР указывает на необходимость хроматирования, а БЦВ может встречаться и вместо ХР, ну и, в общем, расшифровывается как бесцветный. Вот, не знаю, нужна ли вам эта информация. Форма байка квадратная, вот. Общая длина, ну она у меня тут, видите, не помещается. Общая длина 300 миллиметров. Получается, здесь вот эта вот часть 51 миллиметр. Отсюда досюда 169 миллиметров, это в версии 0,6 и 158 в версии 0,4, то есть она чуть покороче будет. Масса, я так понимаю, вместе с рукояткой 0,71 килограмма. Если вы возьмете 0,4, саму кирочку вот здесь у вас будет, да, написано 0,40, да, то есть там 400 грамм, то у вас будет масса 0,51. Опять же, это учитывая рукоятку, предназначена для монтажно-демонтажных работ в сфере строительства. Вот, ну так как я небольшой специалист в этом, да, вот выбирал из того, что было, и знаете, она может не так красиво выглядеть. Вот здесь вот остатки формы, что это, литье или пресс, или что это такое, да, в общем. Куча китайских есть, примерно за эту же цену, обошлась она мне в районе 500 рублей. Вообще там история была, заказывал один раз, она была меньше 400, большие скидки были, мне ее, конечно, не отправили, что-то там отморозились, и мне пришлось ее заказывать еще раз, но уже вот за 500 рублей. Может сейчас она и дороже стоит, может опять какие-то скидки, я не знаю, вот. Вот, ищите где хотите, в любых местах интернета, где вам нравится, тут нет никаких ссылок, ничего, а в смысле, а зачем? Вот. И в чем история? Я смотрел различные кирочки, вот из Китая они там все красивые, куча брендов, все такие прям, знаете, очень-очень все красивые. Цена примерно такая же у них, там плюс-минус может там различаться на 100 рублей, да, вот в этом ценовом диапазоне. Но я не знаю, что там за металл, я не знаю, что там за металл, и вот у меня из-за этого нет доверия. Ладно, рукоятку-то можно и в случае чего заменить, это не проблема, главное, это вот эта часть. Здесь конструкционная легированная сталь, да, то есть я пошел, почитал на родной Новосибирский инструментальный завод, что кого там, кто-то хает, кто-то хвалит, там, в общем, у всех все по-разному. Но мне кажется, что здесь у меня больше уверенности, что здесь будет нормальная сталь, потому что, ну, потому что вот в китайской я не уверен, что там за 500 рублей будет какая-то действительно конструкционная легированная сталь. Там может быть что угодно, а внешне будет все красиво. И отзывов нет, понимаете, отзывы поискал, поискал, вот в интернете отзывов не нашел на эту кирочку. Нашел кучу видео, где различные каменщики проверяют кирочку, ударяя ей вот этой частью, как она тут называется. Ну, в общем, давайте я назову ее режущей кромкой, как будто бы, да, вот они ее ударяют друг об друга, смотрят, у кого есть вмятина, и на этом делают какие-то выводы. Мне это напомнило нажиманов и всяких умных людей в гаражах, которые встречаются и рассказывают, что вот ножом надо об нож ударить, и вот у кого вмятина, тот плохой. Короче, слушаешь их и думаешь, знания приумножают скорбь, да, становится грустно. Вот, и если есть здесь, правда, настоящие вот каменщики, скажите, вот это вот надо как-то затачивать, или вот оно как идет, вот, грубо говоря, из коробки, и норм. Я, конечно, там не собираюсь там супер как-то аккуратно все это рассекать. Мне что-то, кажется, надо. Вопрос, опять же, чем это? Надо какой-то, ну, не болгаркой же, скорее всего, болгаркой будет вообще, наверное, не так. Там же обороты большие будут, где-то перегрев по линии, там, где ты будешь стачивать на кромке, там, сталь будет уже иначе вести себя. Надо какой-то круг, наверное, какой-то точильный. Ну, в общем, если знаете, если кто знает, напишите, стоит ли или не стоит. Мне не для точных работ, просто там всякий камушек бить и что-нибудь там выкладывать красивое для себя, так сказать. Вот, чтобы выглядело все интересно. Что еще? Вот здесь момент тоже там кто-то ругается, кто-то нет, там у кого-то трещинка. Вот у меня тоже тут какая-то трещинка. О, боже, что делать, там все плохо. Вот, ну, хз. Деревяшку по поводу кто чем пропитывает, тоже куча вариантов. Всякие там масла кипятят, еще что-то. Я думаю, блин, я посмотрел, сколько стоят эти масла всякие. Я понял, что за 500 рублей вся эта штука вместе. Я не собираюсь покупать масла, которые стоят 500 рублей. Вот такая баночка там на 50 миллилитров. И что-то там с ним делать. Наверное, возьму просто вазелиновое масло, которое в аптеке продается. Обычно им всегда что-то такое обрабатывалось. Оно, конечно, не задерживается в этой древесине. Оно там как бы уходит, его надо периодически обновлять. Но, учитывая характер работы, то, что это будет он эпизодически и для дома, может быть, и хватит. Кстати, тоже, если знаете, подскажите, может, у меня есть какая-то там морилка. Может, морилка скрыть вообще, да и не париться. Главное, чтобы влага не проникала сюда, да и все. Мне эстетическая какая-то прям суперкрасота и рельеф дерева не нужен. Потому что, ну, это же просто какая-то деревяшка. Она, не знаю, можно, конечно, из нее что-то красивое сделать. Вот, еще момент. Здесь вот кто-то жаловался, что вот у него тут вот так вот кривенько идет. Там то ли форма литья, может, у них сдвинулась на заводе. То ли что, может, они такие все. Ну, типа, как-то вот тут они там смотрят. И вот у них там что-то, то ли вот как-то вот так им надо. Ну, короче, что-то им там как-то кажется неровно. Я тоже начал присматриваться. И такой, вот, видите, все неровно, все, о боже, все, смотрите, тут винтом идет. Ой, там такие комментарии. Я думаю, блин, ребят, 500 рублей стоит кирочка. Вы хотите, чтобы что-то, ну, вы можете китайскую взять. Там все красиво будет, но надолго ли ее хватит. Но это мое личное мнение. Я хз, просто так вот логически, если помыслить. Ну, вот, если для вас-то недостатком является, может, ручку всадили неправильно. Может, ее надо было, все там, как бы, такие глядят, и вот, все плохо. Может, ручку, может, ну, да, тут чуть-чуть вот видно, да, что немножечко могло бы быть ровнее. Скорее всего, пресс-форма, которая это делает, вот так вот она работает. Плохо это хорошо, ну, наверное, для какие-то профессиональные каменщики, те, которые там рубят супердорогой камень по миллиметрам, там, я не знаю, там, изумруды какие-нибудь, граняты и кирочками, им, наверное, важно. Мне, я так подумал, для меня это, в принципе, наверное, не какой-то минус. Тем более, это у меня, она вообще первая кирочка, у меня не было нифига никогда никаких кирочек. Размеры бойка, кстати, нигде не указаны, а они 2,3, получается, на 2,6, примерно, приблизительно, точно, я вам тут сейчас не замерю. Вот, вот такая штука. Естественно, вся эта оцинковка будет слетать, ну, и все прочее. Ну, хочу вот как-то пропитать ее до теплых деньков, да, вот, когда там будет время, всем я этим буду заниматься. Конечно же, это не обзор, это только мое личное мнение на кирочку НИЗ Новосибирского инструментального завода. А вот молоток кирочка, он так вот называется, если правильно, 0,6 килограмм. И сделан он в России, это 100%, вся она полностью сделана в России, так что, для кого это важно, например. Вот, наверное, на этом буду заканчивать, я обещал показать, даже немножечко рассказал свои какие-то мнения по поводу всего этого, как я выбирал, на что я смотрел, какие плюсы для меня плюсы, какие минусы для меня не минусы. Вот, и остановился выбор на этом. Это вот самые, наверное, дешевые варианты, мне показалось, самые оптимальные лично для меня. Кирочек очень много разных, там цены не останавливаются, они растут, растут, наверное, там до бесконечности есть какие-нибудь там золотые, наверное, кирочки, или еще что-нибудь такого для главного кирочника какого-нибудь, юбилейный скин. Ладно, это все шутки, ребят, конечно. Я просто не знаю, что еще добавить, а поговорить с вами хотелось бы, да. Точнее, хотелось бы от вас услышать что-то, если специалисты есть, действительно. Все те, кому вот камень не рубил, ничего не рассказал, 10 минут прошли, какая-то болтовня, бобо-бобо, ла-ла-ла. Я надеюсь, вы сразу выключили, что вы до конца-то смотрели, я же предупредил, что я здесь ничего делать не буду, а буду только рассказывать свои впечатления, еще которые даже, может, я и стукну, она вся развалится, да, кто-то скажет, что ты попробуй, что ты рассказываешь. Ну вот, заодно, может, от вас узнаю, может, есть кто-то владелец таких вот кирочек. На этом все. Берегите себя, берегите вашу кирочку с молоду, у микрофона был Олег Гром. Удачи. А, подождите, отдельное спасибо за ваши лайки и отдельное спасибо за ваши донаты. Спасибо за просмотр!